Я так хотел быть похожим на Евгения, я во всем его почитал и стремился впечатлить, а он считает меня сраным. Сэм хай, с вами Юджин и сегодня мы с вами снова играем в Subnautica Below Zero. Это второй выпуск легендарного прохождения на хардкоре, спидран на 6 лет. Вот гарантирую вам, 6 лет спидрана, самый быстрый спидран, если смотреть с позиции вселенной. Вот всего времени, что вселенная существует, этот спидран всего лишь 6 лет занимает. Фигню, очень быстро. А раз так, то вас ждет чертовски быстрый прогресс. Вы успеваете только следить, успеваете только следить за этим, потому что очень быстро все буду делать. И ты скажешь, Евгений, но ведь я не вселенная. Для меня 6 лет это дохрена. Нет, чувак или девчонка, ты и есть вселенная. Ставь лайк, если вселенная. О боже мой, флюет, у нас флюет заканчивается, ну-ка пополните. Собственно, у нас есть причал станции Дельта, пошли туда. Нам туда надо вообще? Походу, да. Стоп, назад. Мы не можем идти туда, пока у нас не будет батарейки. Чтобы сделать батарейку, медно-руда и ленточника 2. Батарейка скравчена. Посмотрим, какие чудеса откроются нам сейчас здесь. Рыбку взять, пусть со мной плывет. Я не знаю, я никогда не общался с рыбой-бумерангом. Я вот что думал, Евгений, когда ты меня... Пошел ты. Кстати, спасибо всем, что объяснили мне, как работает чертов пузырь. Он, оказывается, пополняет кислород у меня прямо из моего баллона. Видимо. Или что? Точнее, я пополняю баллон свой из этого пузыря. То есть его еще можно использовать. Да, я понял. А потом ты делаешь так, хоп, и поднимаемся. Все, короче, все понятно. Все абсолютно понятно теперь. Тварь, плавает аскорбляк на взор. Давайте ее отсканируем. Ха-ха, я отсканирую тебя. Все, твои сканы будут на каких-нибудь отвратительных сайтах. Арктический скат. Это травоядное, вообще не сын. О, блин, туманно как-то стало. А что под нами? А под нами какое-то устройство лежит. Фрагмент морехода. И погодите, это, по-моему, все. У нас будет мореход. А нам, черт, еще одну деталь надо найти. Но это несложно. Собственно, вот она. Опа, сейчас у нас мореход будет. Ну, сейчас у нас, конечно же, не будет. Нам нужно еще найти с вами фрагменты для транспорта. Для сборщика транспорта. Расширенный комплект проводов. Появился чертеж. Энергоячейка, чертеж. Куча всяких чертежей. Модуль погружения глубины готова. Все, блин, как здорово. Давайте наверх. Вау, новый биом. Смотрите, куча чертежей синтезируется. Просто, блин, меня закидывают чертежами. Какая странная фигня. Похоже на рыбу-воду, но это не она. Ну-ка, берем рыба-перо. А это что такое? Похоже на мед. Гидротермальный шпиль. Мы можем его отшпилить чуть-чуть? Парочку себе отшпилить. Нет, не включайте. Самое важное, это помнить про то, что у нас хардкор. Мы подохнем. Мы подохнем. Как вы не понимаете, если что, мы подохнем. А, там причал. Выходим на берег. Ух, ну что ж, я готов новенькое открывать для себя. Осветительная мачта. Кофейный торговый автомат. Мы что, его можем скрафтить? Я так понимаю, здесь это очень необходимо. Ведь кофе горячий будет. Хорошо, будем брать с собой, получается, вторым из кучи кофе. Урда. Скамья. Разве я не сканировал скамью еще? Не помню. Так, тут что, обеззараженная вода. Это какая-то фигня. Все, я помню этот остров. Я помню еще его из тех демо-версий. Стой, Евгений, ты прошел мне БКПК. Фред, я тебя не виню. Но? Что ты имеешь в виду под словами «он пропал»? Куда он подевался? Ты наткнулся на неприятности где-то в глубине извилистых мостов и решил сбрасывать модули? Ого. Мне пришлось сбросить модуль. Я вырвался, вернулся за ним. Он просто исчез. И ты полагаешь, что его кто-то украл. Или что-то. Я его не терял, это точно. Я обращаюсь с инструментами бережно. Я не сомневаюсь, но стоит признать, что аварий с мореходами было немало. Они весьма дорогие. Я сейчас сдохну. Хотите сделать со мной несколько рейсов завтра? Вы видите, каково это? Условия намного жестче, чем я когда-либо представлял. Не знаю, может ли вы понять это у себя на базе. В этом нет нужды. Спасибо, что уделил мне время. Я спешу, это на несчастный случай. Я думаю, я спешу. Блин, я замерзаю. Надо нагреться в воде. Черт! Мы здесь не можем просто так ходить. Ладно, все. Я, кажется, отогрелся. Надо быстро бежать. Это автоматическое сообщение. Если ты это слышишь, значит, ты вторгся на чужую территорию. Если не хочешь неприятности, вали отсюда. Какая-то женщина враждебно настроенная. Ну-ка, а здесь тепло. Да, возле этих штук тепло по-любому. Ну-ка. Жар лилии, да, они точно греют. И можно их, получается, на базе разместить. Нам вот сюда вдоль фонарей. Признаки цивилизации здесь. Голубая щетка. Нет, от нее никакого толка нету. Зачем эта вся информация, когда можно написать? Никакого толку. Блин, я уже не понимаю, куда я иду. Как-то я припер сюда в ночь, вообще не вовремя. Сутовик. Это выносливый гриб. Молодец, гриб очень выносливый. Посмотри, как ты вынесешь удар. Вынес. Но сможет ли он вынести мое общество? Гриб. Мне так бывает иногда грустно. Опа, рассвет. Значит, вот сюда фонари. Черт. А, в пещерах тепло. Конечно же, тут все вот эти вот жаркие жарцветки. Как в сауне, прямо вот хамам. Смотрите, кристаллическая сера. Заберем. А это что такое? Детектор минералов. КПК. Особая просьба Эммануэля. Эммануэль дал мне этот разблокированный сканер. И сказал, мне нужно больше душевных насадок. Душевных. Душевых насадок. Ты все верно прочитал, Евгений. Душевных насадок во мне очень много. Оттого общение со мной такое ламповое всегда. Своли, не мешай мне познавать этот мир. Мне нужно больше душевых насадок. Он приведет тебя к нужным минералам. Чего? И еще он сказал мне помалкивать об этом. Видимо, именно на это и годится в наши дни сертификат магистр геологии. Работать разнорабочим на стройке. Эх, надо было учить межзвездное право, как папа говорил. Или можно сказать, эх, надо было пойти на межзвездный завод, как говорил мне. Все говорят мне. Говорят мне, что ты, Евгений, занимаешься какой-то фигней несерьезной. Иди на завод. Межзвездный завод. Это звучит гораздо круче, чем обычный завод. И все же мне надо отдать должное Эммануэлю. Уж не знаю, что он сделал со сканером, но он отлично наводится на конкретные минералы. Намного лучше, чем надеяться, что наткнешься на нужный выступ. Эмман, Евгений не мог не заметить, что только что тебе доказали мою пользу. Поэтому, пожалуйста, больше не сомневайся в дрыгании моих маленьких штучек. Пожалуйста, отвали. Смотрите, это растение можно открутить крестовой отверткой. Надо аккуратнее менеджерить инвентарь. У нас всего 4 слота осталось. Это медь, кстати говоря. Или что это? Медная руда. Вот ее нужно побольше, чем металла. Сера нужна. Че это? Титан. Что это? Блин! А ну стоять! Альтеранка, ты перешла границы. Я не из Альтеры. Катсцена! Тогда твое положение вдвойне шаткое. Что ты имеешь в виду? Если ты говоришь правду, значит ты спятила. Если ты лжешь, то ты поплатишься. Хотя нет, катсцены были еще в предыдущей части тоже. Подожди, кто ты? Держись подальше от моей территории. И ушла со своей территории. Я... Пополните запасы жидкости. Ё-моё. Запас есть. Путь женщины в экзокостюме удалось отследить. Насколько позволяют мои технологии. Кажется, я на этой планете далеко не так одиноко, как ожидала. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Это вот это? Скорее всего. Хорошо, мы туда обязательно сплаваем. Сейчас нам нужно как следует все изучить здесь. Вот эта база. Станция Дельта. О, она большая. В принципе, ничего не поменялось здесь еще с той альфа-версией. КПК. Журнал техобслуживания башни. Ладно, в этот раз птицы зашли слишком далеко. Не знаю, что они едят, но когда оно выходит с другого конца, оно очень едкое. Мне придется менять проводку. Мне не хватает элементов для того, чтобы изготовить правильный провод. Я помню, что видел такие, когда нырял к тому старому кораблю. Я отправлюсь туда и посмотрю, смогу ли достать еще. Должно сойти для починки. Статус техобслуживания в процессе. Нам, кстати, бы... Нам, кстати... А! Фух. Погремим. В спинку. Спасибо. Это вот эти птицы? Ох, я 6 лет терпел их экскременты у себя на плечах. Смотрите, отчет о состоянии. Загружен. Сканирование региона сектор 0. Обнаружение 2 активные человеческие особи. Обнаружено несанкционированное строительство жилища. И передвижение транспорта. Рекомендация. Наблюдать и готовиться к возможному вмешательству. А что это за костюм у него был? Похоже было на краб. Это, получается, антагонист, наверное. Порт модуля тестового режима. Так, я быстро мерзну. Птица отсюда взлетела. У меня есть идейка. Ко мне, Сэмбик. Давай. Оп. Пожалуйста. Сволочь. А! Ну как я мог так промахнуться? У, смотрите. Что это? Орех подковника. Подковник. Возможно, что-то вкусненькое. Оценка. Фрукты можно собирать и выращивать. Они могут быть постоянным источником питания. Он дает воды 5 и 15 еды. Мне нравится. Слушайте, как она сексуально ест. Нет. Это было пошло. Я вам про этот звук. Так, блин. Это спелый фрукт. О, как красиво. Я даже не смотрел. А красиво, оказывается. И туман сразу пришел. Спасибо огромное. Туман. Мне плевать, хочет ли птица, чтобы я летал на ней или нет. Я буду летать на птице. Погодите. А мы взяли снег. А зачем мы взяли снег? Хо-хо-хо. Мы можем кидать снег. Получай. Нет. Что это за бросок такой? Есть. Просто всадил птица прямо в клюв. Есть. Очень смешно по птице бить. Переохлаждение неминуемо. Ну как? Минуемо. Вот, смотрите, миновал. КПК еще один. Руководство по эксплуатации. Обучение новых сотрудников рекомендуется завершить. Все обучение, пока башня находится в тестовом режиме. Тестовый режим это полностью функционально имитированная версия рабочего режима. В тестовом режиме все передачи с вышки, включая сигналы бедствия, предупреждения системы безопасности и шпионские передачи будут отключены. Чтобы перейти в тестовый режим, вставьте модуль тестового режима в диагностический порт, как показано на схеме слева. После того, как модуль принудительного тестового режима был вставлен, команда активировать тестовый режим может быть активирована. Ладно, что-то важно, видимо. Ладно, с птицами фиг с ними. Потом вернусь. Сейчас мне хочется поднатырить всего хорошенького вот здесь. Сканировать. Есть. Обсерватория. Неплохо обставлена. Наверное, это кого-то из высших чинов. Да, смотрите, довольно-таки классный стол. Эммануэль. Кстати, мы о нем читали. Такой благородный стол. Взаимодействовать. Что это такое? Это... Ой, прикольная штука. И можно отсканировать. И типа я могу просто синтезировать игрушку директора. То есть ее можно скрафтить, но это абсолютно бесполезная штука. Просто декор. Магнетит и титан нужен. Сейчас, давайте быстренько к книжной полке. Все нужно отсканировать. Кровать Эммануэля. И когда мы будем крафтить кровать, это будет именно кровать Эммануэля. Вместе с грязными простынями. Со всем его запахом. Мы все воссоздадим. Смотрите, какой шкаф. Стул офисный. И какой-то хавчик даже есть. Ой, там фасолька. Ой, там фасолька. Это пюрешка. Ммм, йогурт. Кусочек мяса. Похоже на куриную грудку поджаренную. КПК Альтеры. Загружаем. Давид. Ты будешь счастлив узнать, что морозная стая делает изумительные успехи. Должен сказать, мой стиль управления очевидно идеален для изолированных планет. Конечно же, я по тебе скучаю. Но мне интересно, чувствуешь ли ты себя так же? Как бы нам ни было хорошо вместе, породи нам ничуть не хуже. Только глянь, как здорово выступила Просперина на последней выставке. Мне жаль, что я не смог увидеть это воочию. Но не сомневаюсь, что будь я там, я бы только заставил ее нервничать. Когда эта миссия закончится, я вернусь домой на целых несколько месяцев. А потом, как ты смотришь на то, чтобы реорганизовать наши ожидания в сторону успешности долгосрочных расставаний. Я правда думаю, что это станет отличной моделью дальнейшего движения для нас. Как романтическом, так и ином смысле. Не забывай, я люблю тебя всеми фибрами своей души. Продолжай преуспевать в своих проектах. Ты же знаешь, ничто не привлекает меня больше. И здесь еще было что-то. Доброе утро, морозная стая. Просто небольшая сводка новостей о важных достижениях и сдвигах приоритетов, с которыми нужно познакомиться. Проект Пингвикрылоков, шпионов, имел оглушительный успех. Позвольте присоединиться к поздравлениям в адрес Саманте Айю, которая будет переведена на Аванпост 0, помогать нам в будущих инициативах. Поздравление также в адрес Даниэлы Валентии и ее команды в лаборатории Омега. Закрытие центра ФИА означает, что столь важное финансирование будет перераспределено на исследование бактерии Хараа. Та самая, которая имеет важные позитивные последствия для всех биологических наук. Вы все делаете исключительный успех, и я не хочу ничего обещать, но штаб-квартира это заметила. Продолжайте усердно работать, и скоро, я думаю, мы начнем обсуждать бонусы. Какой манерный чувак, а? Сэм на самом деле действовал на нервы в начальство. Не думал, что она на такое способна. Что еще у нас есть? Настенная полка. Есть вероятность очень большая, что, скорее всего, я ничего не буду делать из этого. Потому что игра, допустим, вот кровать Эммануэля, она не вынуждает меня ложиться в кровать Эммануэля. Если бы от этого зависело мое здоровье, или там процент здоровья повышался, общий запас, то тогда да. Но нет. Вы не заставите меня крафтить ничью кровать, понятно? Кажется, здесь мы все сканировали и так, что-то взять мотивационный плакат. Сфокусируйся. Кому ты говоришь это плакат? Евгений никогда не фокусируется, он делает все хаотично. Оттого он такой веселый, оттого он такой интересный. И от его видосов непонятно, что ожидать. Оп, смотрите, строитель. Вот что я искал, отлично. Так, входим. Солнечная панель, сразу мне сходу взяли и дали. Бери и возьми. Взял и брал. Фрагмент музыкального автомата. Слушай, зарядное устройство батареи, тут целая куча чертежей мне синтезируется. Птица! Встать на нее, встать. Тихо, влетай. Голубь в помещении, это к беде, а вот эта странная птица, я не знаю, к веселью. А, я застрял! Птица все-таки к беде? К беде-беде. Динамик музыкального автомата, я что, могу петь, что ли? А, это динамика, господи, не микрофон. Динамик, чтобы, да, проигрыватель был. О, смотрите, какой усатый. Очень классный усатый. Еще раз говорю, я не мухлю. Тогда какова твоя теория? Что происходит? Если вы спрашиваете меня, то Зетта много моргает. Думаю, это сигнал. В этом есть смысл. У меня аллергия. Аллергия? Ой, в этом ледяном секторе что-то зацвело? Жарлили. И если вы на меня ополчитесь, клянусь, всех поваляю. Ты мне даже не начальник. Какие вы легковерны. Ругайтесь друг с другом, а тем временем гляньте на Парвана. Просто посмотрите на него. А что я делаю? Ничего я не делаю. Давайте голосовать. Все, кто думает, что аллергия Зетты это тяжелый случай, а льнита, скажите пришельце. Пришелец. Пришелец. Даня? О, тут я просто наблюдатель. Я использую пропуск. Это что, какой-то заговор ученых? Зетта? Зетта, Сэм, Даниэлла. Вы все трое внезапно спелись? Или, как я сказала, Парван мухлюет. Я не начинаю жалеть, что не мухлевал. Они что, играют в какую-то игру что ли? Непонятно. А где стулья? Значит, все, вот это вот есть. О, паптичка. Бутылка чистой воды. И это мне очень нужно прямо сейчас. Давайте. Drop it like it. И вот это возьмем. О, как интересно. 50 сразу процентов. И батончик. Но это важнее какого-то Титана сраного. Я так хотел быть похожим на Евгения. Я во всем его почитал. И стремился впечатлить. А он считает меня. Сраным. Карта комплекса Фальтеры. Вот это вот наша игровая зона. А что, мы и сюда что ли пойдем? Карта пригодится. Я смогу найти дорогу до центра робототехники Фи, где работала Сэм. Фи, я так понимаю, Ф. Вот это. Нет, это не Ф. Ну, в общем, я вижу, что очень много всего сконцентрировано именно на земле. Скорее всего, мы... Погодите. Погодите. Дельта. У нас Дельта. Вот это Дельта. Это Дельта. Ладно, тут еще должно быть. Фред Лошанс. Кровать Джереми. Погодите. У Джереми совсем другая кровать. Загрузить КПК. Журнал техобслуживания башни связи. Новый день. Новый щелчок по носу от пернатых фурий. Смотрите на его лицо. Он будет страшный какой-то. Как обычно, сработала сигнализация о помехах. Как обычно. Я пошел наружу посмотреть, в чем проблема. Как обычно. Это были замерзшие сталагмиты птичьих экскрементов. Я опасаюсь, что это скажется на моей карьере, если я скажу это официально. Словно это можно назвать карьерой. Но готов поклясться, что они мстят лично мне. Я тоже так думаю. Когда я неделю провалялся с гриппом, я вернулся и не нашел на башне ни пятнышка. Парван рассмеялся, когда я спросил его, как он ее чистил. Дурак я. Как будто Парван стал бы что-то чистить. Мне не остается ничего, кроме как прекратить борьбу. Но я знаю, что птицы именно этого и добиваются. А, и я наладил и работал башню. Техобслуживание завершено. Модификационная станция, детка. Есть. Слушайте, тут все как-то легче дается, что ли, в этой игре, я не знаю. Дженни, ты не поверишь, какие приключения я тут переживаю. Это прямо как в детстве, когда мы играли в подводный город. Только морские чудовища здесь непритворные. А мне нужно прятаться за тебя, когда кто-нибудь из них проплывает. Потому что я в безопасности в своем мореходе. В безопасности и потому очень-очень храбрый. Расскажи об этом папе, пожалуйста. Большое спасибо за набор для усов, кстати. Набор усов. Честно говоря, сперва я сомневался. Не шуточный ли это подарок? Ухаживать за собой здесь сложновато. И, как тебе известно, я вообще не особо прихотливый. Но ты бы удивилась, насколько полезен воск для усов в экстренном случае. Бывали и передряги. Некоторое время кто-то портил мой мореход, и мне казалось, что я вижу что-то странное. Но мой друг Сэм помогал мне разобраться. Хотя недавно у нее самой начались проблемы. Честно говоря, я тут становлюсь иногда очень беспокойным. Но думаю, это нормально, учитывая обстоятельства. Без риска не обойтись, верно? Мне следует радоваться, что у меня такие замечательные друзья и хорошая оплата. В общем, и люблю тебя, Дженни. И папа. Пожалуйста, найди способ сказать ему об этом так, чтобы не смутить его. И не волнуйся, я ищу идеальную рыбу, чтобы привезти ее в качестве сувенира. Твою любимую. Не смешно. Кровать Фреда. Мы столько разных кроватей сделаем. Даже не знаю, на чьей кровати спать. В чью кровать подлечь. Так, что еще у нас здесь есть? Набор усов! Только сегодня вы сможете приобрести уникальный набор усов по специальной цене. Или специальный набор усов по уникальной цене. Я не знаю. Я первый раз здесь работаю, еще не читал этот текст. В набор входят гусарские усы. Усы, кончики которых нужно теребить. Усы, кончики которых не нужно теребить. Усы-щетки. Усы-трещотки. Стандартные усы. Ус. Длинные усы. Короткие усы. Сбритые усы. Невидимые усы. Усы для голубых. Усы для розовых. Усы наоборот. Усы, растущие над носом. И, конечно же, усы, которые растут сами по себе без человека. А если вы позвоните прямо сейчас, то в подарок вы получите усы. Такой же магнитной полярностью, как и ваша верхняя губа. Они отталкиваются. Я хочу себе такой набор усов. Классная штука. Погодь, 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 погодь. А это что такое? Ящик с данными. Комната сканирования. Опа. Слушайте, мы, по-моему, все, что нужно, нашли сразу, сходу. Смотрите, а там что такое? Какие-то дымки. Блин, что это было? Что-то огромное там живет вдалеке. Я видел его. Блин, я хочу посмотреть. Срочно обратно. Блин, тихо. Тихо. Да уродская, блин, карта. 11 секунд. О, боже, 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 боже. Ага. Кто это тут у нас? Птица. Она такая. Нет, не трогай меня, безоружен. Повернись медленно к стене. Не двигайся. Их, сейчас посмотрим. О, он, афигасик, крутится. Давайте. Летай, Евгений, на птице, говорите. Мы летаем на птице. Я же говорю, что полетаю на ней сегодня. Ах, чувствуете, как я наслаждаюсь полетом, с ветерком. Куда? Встаете? Нет. Улетел. Мне кажется, мне пора отсюда сваливать. Опа, здрасте. Опа, что это? Вроде ничего особенного. Туда вроде как-то можно пройти, походу. Как-то можно пройти, но я не понимаю, как. Я вижу там какие-то материалы, которые мне очень нужны, судя по всему. Опа, тайник нашел. Батарея. Вода. Так кажется, весь металл придется выкинуть. Нет, ничего важнее. Питательный батончик. Металл самое легкое, что можно добыть здесь. А теперь секундочку, я что-то не понял. Как мне... Вот сюда, как мне попасть? О, смотрите, гейзеры. О, как тепло. О, хорошо. О, по идее... Смотрите, я даже вижу пиперов там плавают. По идее, мы можем прям прыгнуть, но зачем? Пока не нужно. Я вот не понимаю, я в этой пещере все посмотрел или нет? Может быть, мне нужно как-то активировать, чтобы взорвалось? Может быть, тут должно что-то прорваться было. Блин, я не понимаю. Окей, я еще вернусь, надеюсь. И, в принципе, вот. Как я сюда попал, не понимаю. Погодите, вот здесь есть проход. Но не туда меня ведет. Пингви-крылики, значит. Так, рыбку давайте выкинем. Не нужно. А вот пингви-крыликов покидать в этих снежки, это смешно. Он не обиделся? Это не так смешно, как я думал. Давайте спасем рыбку лучше. Оп. Плыви, рыбка. Она с таким остервенением на меня кинулась. Что это такое? Вот что плавало там. Вот что я видел. С этим вообще нельзя сталкиваться. Ох, она меня отымеет, если увидит. Ладно, давайте не будем испытывать судьбу. Медная руда. Медь. Тихо, блин. Ну все, ладно, все. Их тут целая куча. Это биом целый. А, это пингви-крылики, не пугайте меня. Все, я понял. Где гейзеры подводные, там опасность. Там вообще плохо. Я не знаю, я не боялся так сталкеров. Я не боялся так костяных акул. И песчаных тоже, вот как этих тварей. Они выглядят, ну, совсем недружелюбными. Чтоб так жестко на меня ринуться. Такого я еще не видел никогда. Стоп, а тут везде гейзеры. И мне, чтоб домой вернуться, мне надо сюда окунуться. Через гейзеры поплы... Что это? Что это? Оно помигало и исчезло. Внизу обнаружены богатые минералами расщелины. Обнаружена геотермальная активность. Соблюдайте осторожность. А, это просто осколки такие, да. Все, я понял. Наша первостепенная задача это вернуться домой и все сбросить. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто издал этот гребаный звук? Вон оно. Вообще нельзя подходить. Их тут целая куча, блин. Хорошо, у меня есть идея. Во-первых, надо срочно дышать воздухом. Чуть не забыл. Блин, Евгений, ты меня бесишь. Я увидел там базу внизу. База внизу. О, аккуратней. Надо заценить базу внизу. Тихо. Мы быстрые, мы быстрые. Нет, не пугай меня. Во-первых, что-то взял. Кислородный баллон высокой емкости. Так, что это? А строитель у меня же есть. Воды набрал. Наверх. Отлично, что плавал сюда. Молодец. Умница, Евгений. Блин. О, тихо, 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 тихо. Все. Она не опасная, можно уплыть. Кислородный баллон высокой емкости. Вот это хорошо. О, слышите, это музыка такая просто... Облегчение. Заходим. Прекрасно. Прекрасный выпуск. Смотрите. Шансы на выживание значительно вы засрут с постройками подводного транспорта. Женщина в экзокостюме. Чем-то женщина была недовольна. Та, что в экзокостюме. Будто мне надо уточнять, какая женщина. И какого черта она забыла на этой планете? Это не похоже на модное место для отпуска. Она достаточно хорошо знала местность, чтобы выполнить зрелищный выход с прыжком с учёса. Значит, она тут уже долго. Но как давно она за мной следила? Она сказала держаться подальше от неё. Или, вернее, её территории. Что она может защищать на этой промёрзшей планетке? Если только она не расположилась где-то лагерем. Хотя она знает про Альтеру. Встречала ли она Сэм? Узнаем, встречала ли она Сэм в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать ни одно уведомление. А с вами был Юджин. Все мои соцсети будут в описании. Там же будет ссылка на мой сайт. И он вообще вот здесь. Ссылка на мой сайт с комиксами. GameHunters. Скоро выйдет третий номер. Это будет лучший номер. За все три номера. Самый лучший. Я прям горжусь работой своей. Это будет супер круто. В общем, там все бесплатно будет. А также может быть платный купить печатный номер. Если захотите поддержать мой проект. Ну, а с вами был Юджин. Люблю вас всех. Обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, всем напоследок по традиции. Пять вы готовы? Раз, два, три и пять. А-ч-чь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...